В студии Рачинский, Александр. Денис Сафронов. А это значит, что начинается 8 выпуск программы 11 на 11. Что нужно сказать по этому поводу? Добрый день, друзья. Вечер, добрый вечер, времени суток, в общем, кто во сколько нас смотрит, а мы выходим, напомню, каждую среду в 21.00. В общем, сразу хотелось бы обсудить седьмой тур чемпионата Казахстана по футболу. Премьер-лига прошла в эти минувшие выходные. Тарас на своем поле встречался с Атерао, матч закончился нулевой ничьей. Смотрел поединок? Смотрел, 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 мучился вместе с командами. Нулевая ничья, моменты были, но как-то, в общем, не так себе игра получилась, если честно. Ну кого-то можешь выделить из... Да, вратарей могу выделить. Вратарей. Да, хорошо играли, на 0-0 сыграли оба. В общем, ну, сказать, что кто-то владел больше преимуществом, мне первый тайм присматривали друг к другу команда. Так они присмотрелись? Нет, присмотрелись, смотрелись. Ну, Сулей был активен у Тараса. Потом, кстати, пропускал матч. Белорусский нападающий Игорь Зинькович. Да, почему-то, правда, непонятно пока что, почему. Может быть, какая-то микротравма или повреждение. Ну, может быть, вот. Аутер-Аут традиционно. Вон Канасбаев. И вот, как забыл. Владимир Оржанов. Да, Владимир Оржанов. Да, очень хорошо смотрелись. Ну, а так, в целом, сказать особо нечего. Моменты, моменты, ну, не использованы. Поэтому 0-0. Все ясно. В Уральске местная команда «Джаик» принимала «Карагандинский шахтер». И знаете что, дорогие друзья? Первая победа «Шахтера» в этом году. Да, первая победа «Шахтера». Андрей Финонченко забивает гол. Наконец-то моменты «Шахтера» из количественных перешли в качественные. Да, первый гол Финонченко в этом сезоне. Первый гол «Шахтера», первая победа «Шахтера». И все это высыпало. Первый, это второй гол «Шахтера». А, второй гол «Шахтера», это просто первая победа. А, первая победа, первый гол, который принес победу. Да, да, да. Так скажем. 17-ая минута. Андрей Финонченко забивает. Кстати, еще удаление было в этом матче на 87-й минуте. Данила Николич, центральный защитник «Акжиика», получил красную карточку. Ну, и все это в итоге. Вся эта радость «Шахтера» досталась «Акжиику», можно сказать. В общем, и забили они «Акжиику». «Акжиик» отбивался, отбивался. Со стандартов создавали моменты. Ну, не получилось. Да, к сожалению, не получилось. Поздравляем каргандийцев с первой победой и переходим к обсуждению следующего матча. «Акжиик» продолжает уверенно шествовать вперед вверх турнирной таблицы на своем поле. Ну, не на треем поле. В Астане, да, они сейчас играют. Принимали шимкенские ордобасы. Наверное, самую нестабильную команду казахстанского чемпионата на данный момент. Самую веселую, по крайней мере. Да. И за две минуты, на третьей и четвертой минуте, как штаусцы сделали счет 2-0, и этот счет продержался до конца поединка. На третьей минуте Александр Чижов забил, а на четвертой – Жасуан Молдокараев. У меня есть информация. Да. Это, наверное, хорошо, что «Акжиик» играет в Астане. Я думаю, что на своем поле, зная качество поля в Кокчитаве, не в обиду к городу Кокчитав, будет сказано, но тот футбол, который демонстрирует «Акжиик» предполагает наличие хорошего поля, качественного, без всяких ямок, жирочек и все. Боченко. Да это не ошибка Боченко. Уже говорили мы по этому поводу. Опять в створ передача и опять гол. Я не думаю, что Боченко прям виноват во всем этом. Конечно, возможно, можно на него что-то предсказать, что можно было убрать мяч и все такое, но посмотри, опять же, в створ передача идет. Ну, отдай не в створ, отдай вот влево, отдай вправо. По-моему, в одно касание можно было попробовать. Еще раз, не дают в створ. В избежании вот таких вот ошибок в створ не было. Если бы передача в створ не была, он бы даже если бы подкатился, заблокировал. Если бы это не в створе было бы, ничего. И все, что вам Олегу в фестивальке было бы. Да, и, к сожалению, Ордобасы так и не оправился после этого удара. Бешеные сейвы Стаменковича. Вот, куча. Были, в общем, моменты, и были моменты, и были моменты, и были моменты, и у Ордобасы, и были моменты, чтобы увеличить преимущество у Огжит Песа. Да, да. В общем, 2-0, ничего не поменялось. Я же тебе очень нравится, да? Мне кажется, за ним будет очень весело наблюдать. Если он вот так всегда будет играть на выходах, то это весело, по крайней мере. Да, честно, на мой вкус победа достаточно ожидаемая, Огжит Песа. Я ждал того, что они обыграют Ордобасы. Ордобасы какие-то проблемы, не знаю, с чем связаны проблемы эти. Вроде игроки хорошие, и стартовали хорошо они. Но очень много пропускают. В обороне есть проблемы. Ну, будет много. Ну, и с игровой дисциплиной. Судя по трех удалениям в этом году. Уже, да. К седьмому туру три удаления действительно очень много. Ну, пусть тренерский штаб разбирается, какие-нибудь проблемы. Будем смотреть. Далее. Алматинский Кайра. Дома принимал Актубе. И матч-то много чем ознаменован. И камня на камне не оставил Актубе. Да. 3-0, во-первых. Во-вторых, первый гол Андрея Сергеевича Аршавина. Андрей Сергеевич. Хорош. Затем первый гол Тимущака спустя, там, сколько? 1252. Это вообще первый гол его в чемпионате Казахстана. Первый гол в чемпионате Казахстана. Последний раз он за Баварию забивал. Здорово. Представляешь себе, когда это было? Вот это знаковый-знаковый матч. Да. Затем, что еще? Жарко Маркович еще отличился. Сам первый гол он забил. Очень здорово там разобрался гол. Сделал передачу в штрафную. Но это гол Аршавина мы сейчас наблюдаем. Разобрался он, Маркович здорово подключился, я тебе скажу. Подключился, да. И гол увидел хорошо. Две передачи одного в этом победе. Или Жаржав до пике подключился в штрафную. Вот так, да? Ты болельщик Барселоны, что ли? Я, да. Или просто... Нет, я болельщик Барселоны. Почему нет? Мне нравится. Все просто. Да, кстати, очень-очень крутой. Просто. И это клапан. Я понимаю, что... Это топ-уровень. Да? Да, я думаю. Я думаю, слышал там известный на Украине человек, который занимался газоном. Да, 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 да. Приехал специалист в Украину, привезли его. Который на Евро еще когда-то там стелил газон. Просто сказочный стадион, соответственно, порадовали своих болельщиков алматинцы. Наконец-то. Кстати, что хотелось бы отметить. Исламбер Куат, которого привыкли видеть либо на позиции опорного полузащитника, либо крайнего защитника. В этом матче, когда вышел на замену, вместо Андрея Оршаевна оказался на позиции атакующего полузащитника. Ну ничего. Универсальность в современном футболе сейчас это просто на самом деле приветствуется. Игроки должны играть не только на своих позициях, но и при необходимости закрывать и другие. Поэтому не удивляюсь тому, что Куат играет. Я надеюсь, что это осознанный выбор главного тренера, что он его ставит на эту позицию, а не просто затыкает Куатом. Как говорится, прорехи, я бы сказал. Прорехи, да. Еще был момент у нас... А, да, опять же удаление было. Да, было удаление, но до этого удаления еще один эпизод был. Давай его обсудим сейчас. Защитник Актобе Сорокин, значит, ударил, что называется, в печень. По печени? По печени, да. Жарко Марковича, центрального защитника Кайратова. Сейчас можем наблюдать. Ну это уже, я так понимаю, концовка эпизода. Это уже в финальной разборке, как говорится. В финальной разборке, да. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Вот, смотрим повтор. В общем, идут смотреть, что делают. Это наступает Жаркович Сорокину на ногу. Сорокин в ответ ему Шарц и все. Маркович. Ну, а я что сказал? Жаркович. Жаркович? Марка Жаркович? Да, Марка Жаркович. Да, ну, я не знаю, и что, и не было ни карточек, никаких... Вообще никаких карточек, очень долго там что-то спорили, разбирались. Звали врачей. Да, на электромобиле вывезли Марковича куда-то далеко. Сорокин с утра смотрел бой Головкин. Уэйт? Уэйт, видимо. Видимо. Если не было карточек и удаления, если не было, я... Ничего не было, ничего не последовало. Я очень удивлялся. Удаление было в конце матча, уже после того, как счет стал 3-0, но абсолютно другой игрок был удален, Багдад Каиров. Да там вообще абсолютно другой эпизод был. Ну, что я сказать могу по этому эпизоду? Ну, будем надеяться, что КДК вынесет решение по Сорокингу, потому что такие вещи на поле, на футболе, не должно быть. Да, если главный арбитр и его ассистент они заметили, то, по крайней мере, КДК, как принято во многих странах, цивилизованного европейского футбола, такие решения должны разбирать контрольные системы. Конечно, ну как же, и меня... И притом должен быть наказан и Маркович, в том числе. Ну, за что? Ну, вообще, по идее, он должен был в желтой карточке быть наказан, раз, на то пошел. За то, что он наступил на ногу? Да. Ну, ладно, я как бы не получилось так, что это все... Вот он наступил, тот его ударил, и все это вот... И забыли, замяли. И забыли, замяли, да. Нет, ну, кто такой не должен... Сорокин может получить и дисквалификацию прилично. Ну, давай вспомним, Недошковский за то, что... Три матча, да, получил? Семь. Семь? Ну, там же как-то... Нет, подожди. Срезали, что ли? Нет, или подожди, 7 получил этот, который судьей-то ругался с Ордобасовым. Сумбаев, 7, да, Недошковский, по-моему, 3 получил. Да, ну, в общем, неважно, во всяком случае, решение было вынесено. Вот, и меня просто удивляет, что при наличии раз, два, три, четырех арбитров на футбольном поле, вернее, трех на футбольном поле, один за полем находится, резервный, он не увидит этот момент. Ну, давайте поставим тогда дополнительно еще двух ассистентов за воротами. За воротами, да. Ну, в общем, ладно, это все на откуп КДК отдается, пусть решают, мы как бы послушаем, что они скажут по этому поводу. Поехали! Далее. Павлодарский Иртыш на своем стадионе в городе Павлодар, разумеется, принимал футбольный Куб Астана центральный матч тура. Центральный ший. Седьмого, центральный матч седьмого тура, очень драматичный поединок. Драматичный? Ну, немножечко. Ну, а что, нет? Я не вижу тут драмы никакой абсолютно. Никакой драмы, нет. А для Павлодарцев драма. А я, оба тренера сказали после игры, что потеряли очки, считаю, что это потеряные очки. Я про это иду. Никакой драмы, нет, это была игра двух равных соперников. Вот, и я скажу, что Павлодар местами показал более высококлассный футбол, нежели Астана. Это еще учитывая тот факт, что играют на своем поле при поддержке своих зрителей. Ладно, давай расскажем, что было там. Да, что было. Елдос Ахметов на третьей минуте отличился, сделал счет 1-0 в пользу Павлодарцев. На шестой минуте Астанчане сравнивал счет, делает это Джорджик Деспотович. Затем на 28-й минуте Сереган Мужиков делает счет 1-2, а на 58-й Карлос Фонсека, который в этом межсезоне странствовал, странствовал и все-таки остался в Павлодаре, делает счет 2-2. Ну, это если взять забитые мячи. Еще было разных много моментов. Да, если вот кто смотрит, может вызывать вопросы, первый гол ответный Астаны. Да, а офсайда не было? Нет, не было никакого офсайда. Я, честно скажу, сразу позвонил в Павлодар, знакомый, кто был на стадионе, поинтересовался. Да, сказали, что сначала был хай-вай, как обычно это бывает, показалось, что из вне игры, вне игры находился Джорджик Деспотович. Вот, на самом деле нет, все было по правилам. Что еще хотел? Отличный гол Фонсека забил после скидки Усмана Джаллоу. Да. Это вот немножечко в стиле пляжного футбола, сброс груди. Сейчас, если момент вы увидите, я считаю, вот это гол тура, седьмого тура, просто отлично. И Павлодар давил, давил очень сильно, имел, я скажу, больше моментов, нежели Астана. Очень мне понравились, Гогита Гогова понравился, Фонсека, честно, понравился. Да, Гога очень хорош. И в Диме очень здорово, в Иртыш много пользы приносит. Да, да, я скажу, что это скорее Павлодар потерял три очка, нежели Астана заработал одну. Я так думаю. Еще знаешь, чем ознаменован этот матч? Это дуэль двух хороших друзей, Станимира Стоилова и Димитра Димитра. Да, да, я видел, они перед матчем общались, сидели. Оба в Болгарии имеют очень хорошую прорезу, постоянно произноют, а там лучше не понимают. Ну, это все по делу. Да, и хорошие команды подготовили и продолжают демонстрировать хороший уровень. Да, и, соответственно, полный стадион в Павлодаре. Да, это... Как сказал Давид Лория, да? Я за пять лет в Павлодаре первый раз столько болельщиков на трибуна. Это очень радует. Здорово, и хотелось бы, чтобы в каждом городе все больше и больше болельщиков приходило на футбол. Да, если Павлодарцы не сбросят ход, то я думаю, что... Это заявка на медали. Да? Как минимум. Минимум заявка на медали. Шестой поединок, который обсудим в Кустанайе, Табоу сенсационно не смог разобраться с ГТСУ. 2-0 ввели. Да. Это сенсация. На первой минуте и на тринадцатой отличился Рауль Джалилов. Оба раза он сделал это с передачи Тимура Досмагомбетова. Да, первый раз Рауль в составе вышел. Да, тот факт, что Джалилов впервые вышел в стартовом составе. Еще знаешь, какой факт хочу отметить? Не забивают нападающие, помогают крайние полузащитники. Правый полузащитник делает передачу, левый забивает. По крайней мере, тенденция первого тайма у Кустанайского Табола. Второй гол можно наблюдать. Затем, в втором тайме... Абсолютно разобранным выглядел ГТСУ в первом тайме. Да, ошибки очень нервные. Да, и то, что первый тайм закончился с счетом 2-0, это... Это плохо для Табола. Знаешь, почему? Это как победа для ЖТСУ была, потому что как минимум 4, если не 5, должен был заканчиваться в первом тайме. Знаешь, почему плохо для Табола? Потому что 2-0 всего лишь было в первом тайме. Да потому что нужно было пользоваться этими ошибками всеми. Конечно. И забивать еще. Делать 4-0, 4-0 и второй тайм уже можно... Переломный момент. Не то чтобы переломный момент, а главный момент этой игры. Это даже их 2 было. Это когда Дасмагомбетов обокрал защитника и с левой ногой бил в дальний угол, выручил вратарь. И второй момент это попадание в перекладину головой Сергея Игорского. На второй тайм ЖТСУ вышел абсолютно. Я не знаю, что у них там в раздевалке было, скорее чего. А мы об этом поговорим. В общем, второй тайм абсолютно другой. Во-первых, хочу отметить замену высшего места Марка Симоновски и Илья Калинин. Очень здорово обострил. И сделал игру, я бы так даже сказал. И сделал игру, да. Калинин ассистировал в одном из мячей и очень опасно действовал на протяжении всего второго тайма. И стандарты здорово исполнял. Ну и второй стандарт он головой подавал. Да, кстати, да. Оба мяча. Да, оба мяча при участии Калинина. Да. Очень здорово смотрелся этот парень. Еще что хочу сказать. Второй тайм опять проблема, которая есть в Тобо. Мы ее уже в одной из наших программ поднимали. Нет мобильного форварда. Такого, который может... Проблема второго тайма в этой игре. Это то, что Тобо начал удерживать счет. Удерживать счет. И опустился на свою половину. И от этого все проблемы. Я тебе еще говорю про то, что вновь нет никаких вариантов в атаке. Во-первых, возьмем заявку команды на матч. Ну, то есть скамейку запасных. На скамейке был вратарь один. Ну, соответственно, пять защитников. Из них четверо крайний, один центральный. Который и то полукрайний, полуцентральный, скажем так. Два полузащитника, один нападающий. Ну, что это? В итоге Дмитрий Огай не знает, что делать. Ну, может быть и знает. Но нет у него особых вариантов. Выпускает Дученко, выпускает Диае. И все. И нету вот какого-то вот... В последнее время эти замены очень предсказуемые становятся. Да, вот я про что и говорю. Начиная, переходят на игру чуть ли не в три нападающих. Все три одинаковые. И вот эти вот забросы. И навал. Да, навал, забросы. И никто нормально за мяч зацепиться не может, нормально пробить не может. Это очень большая проблема для Кустанайцев, я считаю. Большая проблема Кустанайцев это с 2-0 ЖТСу отпускать дома. Это не умаляя достоин ЖТСу. Ребята молодцы, собрались. Команда по именам, по составу, по бюджету должна дома обыгрывать. Слава богу, деньги не играют в футбол, как говорится. Ну, все же. А то бы Астане сразу отдавали чемпионсу. Это да. В общем, сейчас, знаешь, что хочу сказать. Давай посмотрим с тобой и с вами, уважаемые наши телезрители, комментарии непосредственных участников матча после поединка Табо в ЖТСу. Ну, после 2-0, это как, можно считать, как победа. После приигрыша 2-0 отыгрались 2-2 молодцы. Ребята со второй там вышли. Хорошо бились и добились хорошего результата для нас. На второй тайм вышли очень настроенными, потому что первый тайм вообще просто все безобразно сыграли. На второй тайм в раздевалке серьезно поговорили, потому что уже нужно было раз встряхнуть. Нормально встряхнулись и вышли вообще с другой, с самого отдачи, с другой игрок. Забили при счете 0-2. Сравнивать счеты это очень большие эмоции. И были переполнены эмоции. Команда Табо – хорошо укомплектованная команда и по именам, и по исполнителям. У нас, к сожалению, много травм пошло. Я думаю, что связано... Я так слышал, что у Табола проблемы с этим, то есть в связи с полями этими все-таки. Все-таки эти искусственные поля очень, можно так сказать, располагают травму. Поэтому... Ну, первый тайм практически полностью был под диктовку Табола. В перерыве сделали корректировки, то есть, можно так сказать, что надавили больше на чувства такие мужские, можно так сказать, да. То есть, даже об игре много не говорили. Просто сказали ребятам, что нужно выходить, и уже терять нечего, надо вытаскивать игру. Честь и хвала ребятам. Хочу сказать им большое спасибо, что они собрались, несмотря на плохой первый тайм. И доказали, что они умеют играть. То, что они умеют играть, я это знаю. Но есть, опять же, команда новая, то есть, опять же, с нуля она опять создавалась. Поэтому притираемся, я думаю, что наша победа еще впереди. Сыграли так, как хотели, наверное, первые минуты, начало матча. То, что говорили ребятам по команде соперника, да, в начале матча это было. Потом, забив и имея еще момент, почему-то ребята решили опуститься, хотя мы говорили об этих моментах. Пропустили из-за того, что я сказал в первые минуты сразу, какие проблемы у нас есть. То есть, они в втором тайме, в начале, в втором тайме возникли. Отсюда и то. Ну, а сейчас посмотрим на турнирную таблицу после седьмого тура чемпионата Казахстана, как она выглядит. По-прежнему, Астана занимает первую строчку, 19 очков в ее запасе. На второй строчке расположился Павадарский Иртыш, 17 очков. Третье место, Окджет Пес. Уже есть такая группа лидеров, три команды, которые от третьего места, от четвертого уже шесть очков отрыв, а от пятого уже восемь. Что это говорит? Деления, кстати, в этом году не будет. Деления очков, ты имеешь в виду? Да, деления очков. Шестерки будут, а деления очков не будет. В общем, у нас есть такая тройка лидеров, а остальным командам, чтобы подтянуться к ней, нужно сейчас играть безошибочно и выигрывать каждый поединок. Ну ладно, у Табола и у Атерау игра в запасе, но весь все дело в том, что если выигрывает Атерау, то он не с пятого места поднимает сразу же, ой, с десято места поднимает сразу же на пятое. А если выигрывает Табол, то, собственно говоря, ничего не меняется, он не поднимается на четвертую строчку. В общем, единственное, что нужно как можно быстрее сыграть в ту игру, это Табол. Это нужно скорее Табол, нежели Атерау. Атерау, я думаю, что в этом году... Больших успехов с неба не поймали. Да, проблемы в организации игры есть очень большие, на самом деле. Хотя в начале чемпионата я относил к фаворитам Атерау. Я думаю, что они будут биться за первую шестерку. Вот, и вот этот отрыв, конечно, 8 очков от седьмого места до третьего, это, я тебе скажу, серьезный задел. Да, это что я говорю. Астана, Эртыши и Агжи-Пес серьезный задел сделали. Да. И что, собственно говоря, ну и... Что, собственно говоря, и показывает. И турнирная таблица, и игра команды. Да, сейчас, на самом деле, эти три команды лидеры казахстанского футбола. Причем, если в какие-то годы и шахтер там был, да, за счет футбола, который был достаточно прост, стандарты, 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 стандарты. Все три команды показывают атакующий футбол. Да, и говоря уже об Агжи-Песе, который на третьем месте расположился, ну, никто не думал, что в тройке они будут. Думали в шестерке. Ну, подожди. Ну, да, понятно, что еще чемпионат длинный и... Ну, длинный, не длинный, а уже скоро и второй круг, круг уже на носу. Да, и, ну, команда Муханова показывает достаточно симпатичный. Ладно, давай расскажем, что вообще творится. Что творится далее, да? На четвертой строчке самая веселая команда чемпионата Шемкенские Ордобасы, 10 очков, 9 забитых мячей. Единственная команда, у которой отрицательная разница мячей. В лидерах. В лидерах, да, да, да. Далее, Кустанайский Тобол, Алматинский Кайрат, Актубе делят с 5 по 7 место за счет дополнительных показателей, а именно игры в запасе, Тобол находится на пятой строчке. Ну, и плюс разница мячей получше, чем у оппонентов. Затем на восьмой строчке Акжаик Уральский, тоже с бешеной разницей. Три забитых мяча, 10 пропущенных, но при этом 6 очков. Копилки. Далее, Акжаик делит восьмую-девятую строчку с того-то Курганским и ЖИТУСУ. И тройка замыкающих таблицу, скажем так, Атерау, Тарас и Шахтер. Вот как-то так. Ну, что могу сказать еще по этому поводу? Ну, скорее всего, вот эти команды, которые замыкают турнирную таблицу, я не думаю, что выше седьмого места они поднимутся. Я бы даже сказал, даже выше восьмого. А вот с первого по седьмого места именно вот эти команды... Будет война, да? Это именно эти команды и разыграют первую шестерку и призовые места. Какие-то из этих команд? Да, да, да. Кто-то отвалится, отпадет, как говорится. Вот, ну, будем надеяться, что Тобол все-таки поборется за первую шестерку. Вот. Кайрат с Актобе, ну, я, честно говоря, на пять же. Я сначала чемпионата говорил, что удивлен месту Кайрата, кто на дне там болтался где-то, кто теперь в середине турнирной таблицы. Ну, может быть, вот этот матч с Актобе станет для них таким скачком. Ты считаешь, что Актобе это показатель? Нет, я не считаю, что это прям такой уж и показатель, но счет 3-0 хороший заделывает для настроения перед следующим туром. Могу тебе сказать, что будь в составе Сама Смаков, я думаю, что по-другому немножечко играла бы команда. Может быть, может быть. Ну, это все подводные камни казахстанского футбола. Непонятные договоры и соглашения. Я бы сказал, булыжники, я бы сказал. Ну, ладно. Кстати, против Астаны не играл Малый. Но это общепринятая практика, игрок находится в аренде. И бывает такое очень часто, что клуб ставит пункт о том, что игрок не может играть против своего... Приведу тебе другой пример. Будет тур буквально чемпионата Испании. Барселона играла с Хиконским спортингом. Там находится в аренде Халилович. Вернее, игрок Барселона находится в аренде в спортинге. И, соответственно, совершенно спокойно играет. Ну, это Барселона уже, видишь, не поставила такой пункт. А некоторые команды ставят. Да они только в Казахстане ставят в последнее время. Я считаю, что не должно быть такого. Выходи, играю, выиграю. Какая разница? Наоборот, это дополнительная мотивация доказать своей бывшей команде, что ты... Ну, в порядке. В общем, подписали-подписали. Это их дело. И пусть сами все эти вопросы решают. Теперь давай поговорим о бомбардирах. Давай. Тройка лучших снайперов, скажем так. Чемпионат Казахстана выглядит. И опять нету казахстанцев. Опять нету казахстанцев? Нет, там еще где-то Муртазаев потерялся. Больше тройки никто не забил, да? Да. Сейчас вообще 6 или 7 игроков, которых по 3 мяча забито. Ну, у кого-то там есть мяч. Давай-давай. В общем, Дорджик Дискотович, Игорь Зинькович, Эдин Юнузович. Опять 3 футболиста, у которых на Ович заканчивается. Это фамилия. Опять нету казахстанцев. Подтягивайте, издавайте, ребята, забивайте побольше мячей. А теперь посмотрим, кто с кем встречается в 8-м туре чемпионата Казахстана по футболу. В премьер-лиге Талды Курганский ЖТСУ принимает на своем поле Павадарский Иртыш. В Астане Астана встречается с Кайратом. Ахтубе принимает Акжитпе. Сурдобасы играет с Акжаиком. Шахтер будет биться за место, за очки и попытку подняться повыше таблицы с Атырао. Атабол принимает Тарас. Ну и теперь сразу о центральном матче Тура. Центральный матч Тура, разумеется, Астана-Кайрат. Битва. Битва будет, я думаю. А я думаю, не будет. Не будет? Безоговорочная победа кого-то. Ну, не безоговорочная победа. Да что тут говорить, что скрывать? Давай вскроем карту. Я думаю, что Астана обыграет без проблем Кайрат. Вообще без проблем? Да, не будет проблем. То есть не будет там каких-то там... Сейчас Кайрат не тот. Ну, мне кажется, это объективно. Там уже господин Схададзе... Наладил? Наладил там все как надо. Ну, Астана далеко не... Команда. Потому что шахтер съездила там сплотилась и вперед... На шашлычки. Нет, Астана далеко не в Тюбинск. Это очень организуемая команда с высококлассными игроками. Ну, я думаю, что Астана выиграет Кайрат. Ну, ладно. Это мы узнаем 1 мая. А пока что переходим к следующему поединку, который обсудим. Кустанайский Тобол. Также 1 мая будет принимать Тарас гостей с юга Казахстана. Это, насколько я знаю, крайний матч на... Крайний матч в сетке? За Тобольце. А, за Тобольце. На Затобольце это крайний матч будет. Ну, как говорят, что 10 мая Кайрат будут принимать уже на Центральном стадионе, наконец-то. Не надо ехать далеко. А я бы принял в Затобольце. В Кайрат. Ну, можешь принять? Ну, что? Ребята, блин, позови ребят в Затоболце. Ребят, приезжайте, посидим, обсудим. Вот. И игра... Ну, это буква «Х», как говорится, для Дмитрия Алексеевича. Надо отыгрывать Тарас. Каждый матч он у него. Ну, для него? Не знаю, как для команды, для него это каждый матч. Я думаю, что как последний практически. В общем, что стоит еще сказать. Тренер. Нурмат Мирзабаев у команды с юга Казахстана. Пока что ни шатка, ни валка, но тренирует коллектив из Тараза. Да. И троих игроков мы выделили. Это Малик Мане, хорошо известный по выступлениям прошлые годы за Ак-Тюбе. Ак-Тюбе, да. Игорь Зинькович в прошлом форвард того Ак-Тюбе, и Марат Шахметов действует в центральной линии, в прошлом полузащитник сборной Казахстана. В этом году вот полузащитник Тараза и, возможно, может быть, и вернется в сборную. Ну, это от него, наверное, больше не будет. Ну, Зиньковичу и будет что доказывать? Да, будет что доказывать. В прошлом сезоне он здесь играл, контракт с ним не продлили. И сейчас вот он в Таразе в пяти поединках сыгранных забил три мяча. Ну, учитывая, что он две игры, по-моему, не играл. В двух играх, которых не играл, он, собственно говоря, не забил. Логично. Вот как-то так. 21 и 23 апреля состоялись матчи третьего тура второй лиги. Байкерек на своем поле принимал Казавардинский Кайсар. Матч закончился уверенной победой Казавардинцев со счетом 0-3. Байконур, Кыран 1-3. Шахтер Булат, Алтай 0-1. Махтарал, Казалжар 1-1. И Каспий никак не может найти свою игру. Проиграл дома Экибастузу со счетом 0-1. Каратенчик о первой лиге. Алтай продолжает набирать очки, учитывая, что у них сейчас минус. Им это очень крайне... Они же, ты читал, да, написали они? Они написали, что мы не имеем отношения к Востоку. Будем надеяться вернуть ребятам очки. Да, и... Будем, будем. Не, будем. Если команда это выйдет, например, либо это будет просто отлично. Да, затем, что еще можно сказать? Шахтер Булат... Ну, собственно говоря, поговорили. Проиграл, да. Махтарал с Казалжаром, тоже с одним из лидеров первой лиги, сыграл в ничейку 1-1. Каспий все так же не может найти свою игру. И очень хочет в премьер-лигу вернуться Казаладинский Кайсар. Ну, естественно, задача стоит такая у них. Ну, в общем, будем смотреть, как будут развиваться события в первой лиге. И, конечно же, будем вас постоянно об этом информировать. Также стартовало первенство чемпионата второй лиги Казахстана по футболу. Ю-21, так называемая. Ю-21, так называемая. И плюс парочка команд. В общем, 24 апреля все это действие состоялось. И 7 поединков было сыграно. 14 команд. Если кто не знает, играть в второй лиге. Будем просто говорить дубль, да, по привычке. Давай, ну, или до Атерау 2, как удобнее. В общем... Атерау Ю-21 на своем поле принимала Актобе. Ю-21 0-4 проиграли. Затем... ЖТСУ Ю-21 против дебютанта второй лиги. Розаевка из Североказахстанской области 0-1. Розаевка обыграла Талдыгурганцев. Тарас Ю-21, Табул Ю-21 3-2. 3-2, да. Затем... Ордобасы Ю-21... Шимкенская дерби, назовем его так. Ю-21 Ордобасы встречалась с Дюшор номер 7 из города Шимкен. Соответственно, 3-1 закончилась победой дублеров Ордобасы. Акжаиков... Дублеры Акжаиков встречались с дублерами Астаны 0-2. Иртыш Шахтер 0-2. И Кайра также Пес 1-1. 1-1. В общем, вот как-то так. Ну, это первый тур. Дальше будем смотреть. Интересно посмотреть будет на... Так вообще будет развиваться. Да, как, что. Мне больше интересуют, скорее, не дубли, а вот эти две команды. Розаевка и Зи Шур номер 7. С Кольцей с Розаевкой не один матч сыграл. Не один матч сыграл, да. Интересно, что как... Хватит ли до конца чемпионата, мне больше такого интересует. Не снимутся ли? Да. Наверное, если заявились, то все здорово. Далеко за премьерами ходить не надо. Тут и с премьер-лиги снимались команды. Ну, да ладно. Ладно, хорошо, что стартовала, наконец-то, вторая лига. Это потому что, насколько я знаю, они после сборов еще чуть ли не два месяца не знали, с кем поиграть. С нами играли, играли с группами футбольного центра. Очень мучили. Здесь, скорее всего, такой не самый удачный старт Тобола. Скорее связано с тем, что пауза очень большая. Без игры была. Ну, желаем удачи Олегу Сергеевичу Лотову. И всем ребятам молодым. Вот такие дела. Будем и о второй лиге вас тоже информировать. Наш сегодняшний гость, человек, который несколько сезонов отыграл в Казахстане в составе футбольного клуба «Астана» и затем уже в составе Кустанайского Тобола. Игорь Бугаев. Игорь, привет. Игорь, привет. Привет, ребята. Сразу такой вопрос, наверное, на злобу дня. Да. Скажем так, почему в футбольный клуб Тобола расторг с тобой контракт? Нет, наверное, неправильно. Почему на взаимовыгодных условиях решили расторгнуть контракт? Ну, я уже об этом говорил. Это, в принципе, не какая-нибудь новость или секрет. Я говорил об этом в интервью уже. Мы пришли к соглашению о том, что просто не получается. Тренер не видит меня в команде. Поэтому мы расторгли отношения. То есть нет смысла просто сидеть. Ну, и тогда возникает вопрос, почему, если тренер тебя не видит в команде, почему ты до третьего сбора был все еще в команде, тренировался и все такое. И даже больше скажу, в предварительной заявке, который несколько часов появился в составе, а потом внезапно пропал. Естественно, для меня тоже большая загадка. Как и для вас, наверное. Фактически перед окончанием третьего сбора просто не подошли и сказали, извини, так уж получается. Ничего личного. Ничего личного, а это футбол? Да. Все ясно. А какие варианты вообще сейчас есть с продолжением карьеры? Какие планы, да. Понятно, что в Казахстане уже, к сожалению, никуда не ткнешься. В МВС можно? В МВС. Сейчас уже заявка закончилась. И так как я, если я буду уходить с табола, я буду уже легионером считаться, по-моему, правилам. Естественно, до начала трансферного окна я не успел заявиться. Поэтому я сейчас жду июня. Тренируюсь, бегаю, держу себя в форме. Варианты продолжения будешь искать и не только в Казахстане, но и в Европе, я так понимаю. Да, совершенно верно. Сейчас я, то есть, открыт для предложений. То есть, у меня там мои друзья и агенты тоже будут мне помогать. Поэтому все сейчас будет, в принципе, зависеть от меня, как я буду, в каком я буду в физическом состоянии. То есть, ну и так далее. Вот так. Ну, то есть, мы можем тебя увидеть не только, допустим, то же самое, в Молдавию, но, возможно, где-то в Эстонии, да, в Финляндии, еще где-то. Ну, не знаю. Мы, ты вот туда, в Балтику, в Среднавию, да, решили? Игорька отправить. Ну, в Швецию. Ну, давай ты ей это оттуда же. Ты знаешь, я уже за столько лет сам себе сказал, что не зарекаться. Не знаю, я постараюсь, наверное, по максимуму сейчас выложиться. И я... Что такое 31 для футболиста? В принципе, это такой возраст, когда нужно играть. И заканчивать там, как не будем говорить, кто. То есть, я об этом даже не думаю, поэтому, опять же, повторюсь, у меня вот серьезная травма просто была полтора года назад. Вот она немножко подкосилась, сейчас я уже все чувствую хорошо, поэтому я с новыми силами. Ну, я-то знаю, что Игорь в порядке сейчас. Поскольку две игры за форум сыграл он в составе, забил три мяча и голевую передачу отдал. Ну, я думаю, что это такой достаточно хороший показатель. Ну, несмотря, даже если делать скидку на то, что играли мы с дублерами, но тем не менее. Ну, забивать всегда приятно, знаешь. Игорь Бугаев – отличный форвард. Тренера, которые смотрят в Европе, забирайте парня с руками. Если есть тренера из Европы, конечно, которые нас смотрят, забирайте парня. Старые болячки не беспокоят. Сейчас все уже хорошо. Да нет, вроде бы все, нигде ничего не скрипит. Я же говорю, 31 это тем более. У меня еще спасибо маме и папе. У меня хорошие гены. Гены, да, так сказать. Хорошие. Поэтому... А что ходить за примеры? Вон Булешев, Вон Смаков. Нет, я ничего не думал. Конечно, это... Сейчас все это смотрят на поле. Как для нападающего узнает, опять же, статистика. Она у меня, конечно, я сам понимаю, не очень была в последнее время. Ну, что я могу сделать? Это... Я сам, знаешь, такой очень человек... Я начинаю всегда с себя, то есть... Где не добежал... Где-то я не доработал, где-то там... Это постоянно там говорить, вот этот тренер виноват, вот пас не дали. Это... То есть я достаточно такой адекватный человек. И понимаю, где-то, наверное, что-то я не так делал, поэтому... Ну, и, наверное, важно для тренеров правильного нападающего использовать. Это... Сама это да. Согласен. Как занесло вообще тебя в Казахстан? Расскажи, да. В Казахстан... Это после Кубка Содружества ко мне подошли. А за кого ты играл? А, за Чайга. Да. Мы играли игру... Так, сейчас я вспомню, с кем. Так, 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 так. Какой год забыл? Это 2010 год был. 2010? 2010 год, да. А кто был в начале? Время на играли. Пьюник. Все, вспомнил. Пьюник. И мы выиграли тогда, если я не ошибаюсь, 5-0. И все 5 мячей забил. Ничего себе! Ничего себе! Пентатрик. Да, да, да. Так уж получилось. Вот. У меня были варианты в Первую Лигу России уехать. Потом надо было на просмотр ехать. Еще там были варианты. У меня как раз закончился контракт с Уралом. Какие-то предложения были, но не конкретные. Туда надо было ехать, там Сматрины, Сматрины. То есть здесь конкретно Астана появилась. Я уже год за эту команду слышал, потому что там в 2009 году и Титов, и Тихонов пришел, и тренер там, и Юран был. Шум был приличный. Конечно. Вот, и Астана обратилась, вышла на агентов моих, и уже мне ребята так сказали, хочешь конкретно, вот контракт, приезжаешь, подписываешь. Там тренер Хольгер Фахт был из Германии, очень хороший специалист, кстати, и человек, помощник его Саша Франц. Вот, и я так туда и попал. Я приехал на сборы, подписал контракт, и все, начал. В 2011 году практически в каждом матче против Кустанайского Табоа забивал мячи, а в 2012 уже оказался в его составе. Как вообще произошел этот трансфер? Как так получилось? Это тоже такая непростая ситуация, такая получилась. Ну-ка, ну-ка. Два года под руководством Хольгера я играл в Астане, затем у него контракт закончился, он ушел, пришел Кротасов. Контракт со мной почему-то затягивался, я вот помню. Продление, да, контракта? Продление контракта. Он у меня закончился, я в команде, то есть практически все подписали уже. Я помню Танат Носербаев, Сергея Стапенко еще не были подписаны, и я. И что-то оно там затягивалось. Не знаю, у меня такие немножко, наверное, амбиции были. Такой еще молодой, горячий. Слушай, слушай, слушай. Вот. Ну, здесь, опять же, агенты мне позвонили, сказали, здесь вот, ну, Табоа. Ну, очень хорошо знал эту команду уже, и как-то уже два года в Казахстане, уже какие-то общие... Конечно, по два в каждой игре класть, конечно, хорошо знал. Ну, это ладно. Вот. Это ничего личного. Да, понятно. Вот. Ну, все, они тут просто грозные. Проявлял очень такой интерес, мне звонил Табоу, и я со сборов получился так. Переезжая из одной гостиницы в другую, уехал со второго сбора. То есть я подошел, сказал честно тренеру, вот так и так. Здесь я жду непонятно чего, уже полтора сбора, и тишина, и ни условий, и не буду чего. Не понятного. Да, там как раз и президент в Астане сменился очередной. Вот так скажем. Ну, все, я так, так я и приехал. Приехал в гостиницу, еще грозно говорил, не выпускайте в гостиницу, пока не подпишет контракт. Что тебе дал в этап карьеры в Казахстане? Да. Ой, ну, много чего дал. Здесь я нашел свою любовь. Ясно, давай дальше. Не будем молиться. Давай про футбол, про футбол расскажи нам. А то сейчас пойдет реклама города невест. Здесь я очень много друзей встретил, но многих людей узнал. Как футболист, можно сказать, вот уже раскрыл в себе некоторые таланты. И грани? И грани, да. Ну, тяжело сказать так одним словом, но здесь за 7 лет моей карьеры, я говорю, что я как футболист и как человек развивался, развивался. Да, поэтому так. Давай тогда, если уже начали про казахстанскую карьеру, про некоторые твои голы в Тоболе поговорим. Я вот просмотрел твою нарезку за 13-й год, когда в программе готовился. Вот я тебе сейчас буду говорить матч, а ты будешь говорить, как ты гол забил. Всего два таких я выделил голы, которые, я думаю, что ты помнишь. Первый, первый, я даже не, ты будешь говорить, я буду говорить, как гол забил, а ты будешь говорить матч, вот так вот. Первый гол, это левый фланг, дальний удар, достаточно с такого большого угла. Это матч. Ардебасы? Нет. Нет? Нет. Левый фланг с Кайратом? Нет, с левого фланга дальним ударом. Очень приличное расстояние. С ЖТСУ? Да. Отлично. С третьей попутей. Отлично, да, да. Вот он, вот этот гол отличнейший. И второй, свободную зону получаешь. Этот же год, свободную зону мяч получаешь, убегаешь, сажаешь на пятую точку вратаря. И еще и закатываешь между ног защитнику. Пертиж? Да, хорош, хорош. Он сейчас поднапрягся просто так, как там что. А, все, все, все. Да, именно он и есть. Это Джорджо, да, вратарь был у них такой? Да. Я здесь уже так с носками, да? Ну, тем не менее, четверик на себя, это связал вокруг себя. Вот, ну, я сейчас на резку смотрел. Ну, у тебя, ну, голы такие достаточно. Интересные? Они хорошие, если, ну, по большей части, конечно, не то, что как-то верховая борьба и все такое. Хотя, там, у тебя в 12-м году и в Астане были такие, головой ты завевал. Такие, в основном, свободная зона, и ты на пространстве уходишь туда. Либо в касание после прострела. Ну, как говорят, тренера нужно играть, не только тренера, а вообще. Надо играть на сильных качествах. Поэтому у меня, если есть простор, да, и зоны, это для меня это... Скорость, скорость и голевое число, да? Вернемся к казахстанскому этапу карьеры. Что удивило больше всего, когда в Казахстан приехал? Первый раз, когда ты еще в Астане переходил. Чему был удивлен? Первый город, который я увидел, это была Астана. Во-первых, я там не был никогда ни раз. Естественно, когда я увидел город, такой красивый, этот, ну, там... А с какими мыслями ехал? Я вообще не знал, куда я ехал. Вообще, меня как-то странная, куда неизведемая вообще эта территория. Это на тот момент, в 2010 году, как я уже говорю, вот, Кайрат и футбольный клуб, он еще назывался Локомотив. А сейчас Астана только. Все, другие команды, Шахтер Караганда еще. Все, другие команды, я, в принципе, я не так интересовался просто на тот момент, да, чемпионатом Казахстана. Поэтому первое, что меня поразило, это, конечно, город и стадион, который там увидел. То есть очень серьезный такой уровень. А когда был первый выезд, гипотетически Уральс какой-нибудь? Когда я вижу, когда первый выезд был, это был Кокши Тау. Ух, еще и там играли на стадионе у них. Играли на искусственном поле, который, я не помню сейчас, наверное, вот такое расстояние от... Стилка вот эта вот, искусственной травы, и между ними вот такой зазорчик получается. То есть если ты бежишь на скорости, шипами, если туда попадешь, то есть... Между полотном, вот как насилали вот так вот. Да-да-да, то есть это был тоже немножко такой... Шок, да? Ну, такой легкий шок. Я не могу сказать, что я там... Я такой парень, рожденный в СССР, и я все там, но много чего видел, где какие там... Но здесь да, то есть на искусственном... Вот единственное, то, что меня еще удивило так вот, то, что... Вот такие вот поля, то есть уровень зарплат хороший, а вот инфраструктура такая... Ну, сейчас уже за это берутся, и федерация об этом говорит, и уделяется... Больше внимания. Больше внимания, да. Сейчас уже по-другому. Можешь назвать какие-то основные различия между казахстанским футболом и молдавским? Я не имею в виду инфраструктуру поля и все такое, вернее, не я, а мы. Вот, а вот именно сам футбол, если сравнивать. Сейчас чемпионат Казахстана, он довольно-таки серьезный такой уровень уже, слабых команд нет. Молдавский чемпионат, я могу так сказать, что там очень тоже перспективные ребята, молодежь, хорошие поля. Да, ну, все зависит от климатических условий. Там может быть более-менее футбол техничный, больше зрелищ. Более открытый. Более открытый, да. Здесь, в Казахстане, он намного жестче. Более силовой, да? Да, более силовой борьбы. То есть, такой идет. Мне кажется, здесь просто немножко скорости немножко повыше. Вот так, мне кажется. А в целом, если вот технику там брать, тактику, то в принципе... Никаких таких отличий нет, да? Поработал с большим количеством тренеров ты за свою карьеру и за казахстанский этап карьеры. Какой тренер для тебя вот наибольшего... Больше всего дал какой тренер тебе? В Казахстане? Да, в Казахстане. Ну, допустим, да. И вообще, и в Казахстане, да. Давай скажешь вообще и скажешь Казахстане. Вот кто твой тренер в Казахстане? Мой тренер в Казахстане? Да. Ну, так. Ну, я могу сказать, что я не могу так кого-то выделить и кого-то нет, я скажу взаимопонимание, кто понимал больше меня, это Хольгер Фах, потому что, не знаю, он иностранец, мы на разных языках разговариваем, но язык футбола, он интернациональный. Конечно, конечно, да, да, да. Поэтому там как-то он понял, увидел, что я могу, как я могу, и он, в принципе, от многих ребят требовал, чтобы именно вот эти вот были забросы, и поэтому у меня и моменты были. Я поэтому, наверное, делялся так на поле, и забивал, и играл так, все. Здесь, так, все, здесь, типа, потом я в табол пришел. Здесь немножко по-другому было, больше, Грозный он больше уделял, здесь у него спартаковская школа, пас, пас, стеночки, забегания. То есть, я от каждого могу сказать, тренера взял что-то себе на вооружение, поэтому всем им большое спасибо, всем абсолютно. Поэтому, кого-то я не могу сказать, это плохой тренер, это хороший. Нет, я про это и говорил. Вот с Хольгером. А вообще мой тренер, это, можно сказать, мой наставник такой, как бы, много мне чего дал, это Игорь Иванович Добровольский. Ты с Добровольским поработал? Я, конечно. Вот, это, он приехал в Молдавию в 2003 году, вот, и под его уже руководством я уже начал играть. Это была команда Телега Тирас, Тираспольская команда, Высшая Лига, и все это, так, можно сказать, и так такая карьера уже пошла. Дал тебе толчок, да? Да, потом я уехал в Черноморье, в Одессу, то есть, потом он был тренером сборной Молдавии, то есть, и под его руководством, если я не ошибаюсь, мы даже заняли 38 место в рейтинге. Да, у нас, да, у нас вообще была беспроигрышная там серия, и играл, и забивал там, то есть, у меня очень хорошее отношение с ним до сих пор, он сейчас опять в сборной. Далее, знаем, что у тебя есть сын, занимается ли он футболом? И если занимается, то в какой школе? В какой школе? Да, сына зовут Тимофей, мы сейчас 2 июня будет 6 лет. Футболом он не занимается, занимается он карате. О, как. Да, вот так вот. Ну, это, поскольку ему 6 лет, неизвестно, мало ли все это может повернуться в сторону футбола. Как и Брагимович. Да. Кстати. Ну, не знаю, думаю, как бы, я такой человек, что, ну, я не буду там заставлять, потому что на силу мил не будешь, это все знают. Поэтому сейчас ему, ну, сейчас 6 лет, пусть он сам найдет в себе себя, в себя, в себе. Вот. Единственное, что это хорошо, когда дети занимаются чем-то, то есть, спортом. Потому что сейчас я говорю, вы что, высокие технологии, детей, все просто. Да, да. Я с тобой согласен. Залип в айфон и все. Да, и футбол нафиг не нужен. Футбол нафиг не нужен, да. Многие тренера, кстати, вот детские жалуются по этому поводу, говорят, что поколение не то, как говорится. В Казахстане очень длинные сборы, предсезонные. Как вообще вот свободное время проводишь во время этих сборов? Какие развлечения-то, может быть, книги, игры в приставку, там, или кино смотришь? Ну, что вообще? Да, как и все. Это PlayStation, это интернет. Ну, да, книгу читаю на сборах. И так я не дочитал. Граф Монте-Крис. Все, ух ты, серьезная литература. Ну, да. Так, ну, в принципе, все. Скайп с родными и близкими, общение. В общем, ничем особенным. Все, все, как у всех. Традиционный вопрос от домохозяек. Любимое блюдо? Так, любимое блюдо, это паста с креветками. А национальное какое-то? Национальное? Сейчас, как назовет? Бешбарбак. Беш нравится, да? Да. А молдавское? А молдавское? Есть там такое вот прям блюдо-блюдо? Голубцы. Мамалыга. Мамалыга? Ну, это, знаешь, правильно приготовленное. Мамалыга – это сыр? Нет, это вот крупа, как она? Перетертое? Перетертое пшено. Нет, рис. Овес, я там не знаю. Кукуруза. Кукуруза, да-да-да. А, да-да-да, точно, точно. Молдавское вино привозил парням? Да он сам его делает. Парням нет, но другим привозил. Привозил? Сам делал вино дома, там, родителей нет. О, кстати, а виноградника в Молдавии нет у тебя случайно? Есть, в частном доме, там, где нет. Есть? Бабушка живет, конечно. Есть. А вино домашнее? Это, знаешь, это у всех там, да? Вино домашнее ставит? Если нет виноградника, это уже как-то… Ты кто вообще, что-то делаешь? Едет отсюда. Ясно. Нет, сам я не делал, но вот мой отец… Домашнее вино ставит, да? Да, мой отец делает, и… Довольно-таки хорошее делает, как он говорит. Слышали такую вещь, что в прошлом году на базе в своей комнате сделал ремонт сам? Или не сам? Да, было такое. Сам потолки вытягивал. Это не сам, не-не-не-не, это мы, то есть, мы выделили деньги с Виталием Волком. Это мы, нам пришли, сделали, там, поклеили красивые обои. Что, ты не мог, по-моему, по доброй молдавской традиции плитку положить там, что ли? Ты знаешь, я честно говоря, просто пока кроме футбола ничего не умею, так могу там… Бате дрель подать, да? Ну да. Вот, Виталий Волков уехал, да, после этого к тебе поселился Калуучи, да? Да, но у нас самая лучшая комната была, без преувеличения. Нет, а и как кого с Калу жилось вообще в случае? Ты еще с Бауром Желчивым жил, да, по-моему? Нет, нет. Нет? Нет, 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 с Калу он хороший парень, кстати. Он, не знаю, с ним подтянул английский, знаешь. А, ну, он не чудил, нормальный? Нет, 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 он вообще, он, кстати, насчет этого вообще спокойный, адекватный человек. Спокойный, спокойный, постоянно то, что в телефоне, знаешь, ну… А сейчас кто к тебе в комнату заехал, не знаешь? Мирошниченко, аренду не берешь? Да, аренду, пусть за стройматериалы, пусть деньги отдадут. Я уже приехал, вещи все собрал, обои там снял, полочки выкрутил икеевские. Нет, 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 просто. Еще тренер говорит, Грозный, запомнил ему слова. После себя не надо оставлять выживанную землю. То есть после себя надо что-то оставить? Хочу спросить, с каким партнером удобнее всего играть на поле было? Ну, за всю карьеру. Я имею в виду казахстанскую карьеру. Много, много. Это, ну, с Нурболом уже шестой год. Да, он когда в Астану еще перешел, да, ты уже был в Астану. Сейчас, честно, тяжело вспомнить, но очень много людей, человек, потому что квалифицированные футболисты приезжали. Секрасичи, Томаш Шинкович, и Нурбол уже москалеев, это, и Валера Андроник даже успел здесь поиграть. Он только хотел, да, в Астане же было. У нас с ним, да, мы в Молдавии вместе играли. Где он сейчас? Он сейчас в Молдавии. Играет? Да. Да? Я вот только хотел спросить, у меня прям, как говорится, с языка. Но он потом уехал в СКА, да, кажется? Да, 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 он в Россию уехал, хотя у него предложение было остаться, но, не знаю. Ну, в общем-то, очень-очень хороший футболист тоже. Выделялся в Астане, так скажем. У нас с ним и в Борной, и вообще, очень взаимопонимально. На вам налажено было? Налажено, да. Вольным термином налажено было. Да. Не можем задать тебе, не можем не задать вопрос про татуировки. У тебя, насколько я знаю, их масса. Да нет, их не масса. Ты делаешь по какому-то поводу? Как вообще первая татуировка? В 17 лет пришел со школы, поспорил с другом, сделал первую. Нет? Ну, Саш, примерно так. Это было и 17, уже 18 сделал. Почти угадал. Знаешь, еще пришлось сходить, наверное, год не показывать. Самое главное, папе. Потому что папа, да, папа был. Ты что, татууху сделал? Ты что, сидел? Да. Типа того. Ну, он так, я вот чисто его так стеснялся. Даже уже было 19 лет, но все равно, перед ним мне как-то было неудобно. А так, ну, татуировки стараюсь сделать со смыслом. То есть по какому-то поводу? Ну, да. Ну, допустим, здесь у меня написано сын, Тимофей. Да, Тимофей. Ну, я не буду там рассказывать. И майку снимать не надо. Не, он... А то я знаю, у тебя сзади, на плечах очень красивая татуировка есть на виду. Ну, ладно, это... Останайся. Это, это пусть секретом и останется. Тимофей, что я знаю, первым. Да. Такой память. Так, и еще... А, кстати, если мы начинали, да, разговоры с межсезонья, а были варианты у тебя в межсезонье? Завали куда-нибудь? У меня был вариант, единственное, вернуться в Молдавию, но я не успел. У меня не хватило времени просто, потому что мы здесь решали с руководством наши проблемы, наши дела. Поэтому у меня оставалось один-два дня, но здесь нереально, во-первых, Молдавия, Казахстан в расстоянии сумасшедшие. Да, очень хорошо. И пересадок, и пока... То есть просто не успел. А так, да, мне люди звонили в Молдавию, хотели, чтобы я приехал, хотя бы вот эти два месяца там поиграл, но и получилось не успел. То есть единственная проблема, по которой ты не нашел у себя команду в Казахстане, это то, что ты после ухода из Табула стал бы легионером, да? Легионером, да, все уже команды укомплектованы были. Ну это первым делом обычно делается. Ну да, это легионеры все первым делом, да. Тем более, это, я же говорю, был заканчивался уже третий сбор. Поэтому я уже никак не успевал здесь, и так как я уже не воспитанник, считался бы. Если бы у меня, если был бы я как воспитанник и ушел в аренду, то да, у меня были варианты идти здесь. А так, уже как легионер, тут уже все. Ну вообще, вот с какими чувствами, с какими эмоциями Кустанай покидаешь? И планируешь ли вернуться обратно? Я, во-первых, его не покидаю, я здесь, можно сказать, обосновался. У меня здесь любимый человек, и квартира у меня здесь. То есть, я здесь купую квартиру. Поэтому я... Сделал ремонт по традиции. Опять же. По традиции. Сделал ремонт, да. Ну, я говорю, что я не прощаюсь, а просто... Я говорю, до свидания. Да, не то, что почему до свидания, нет, просто времени. Естественно, я сюда вернусь просто в качестве местного жителя, можно сказать так. Вот. Поэтому я не могу сказать, что у меня какие-то сейчас эмоции. У меня самое главное сейчас это... Играть. Играть, да, карьера. Поэтому... А в Кустанай, в Кустанай я всегда буду туда приезжать, буду встречаться. И от меня лично последний вопрос. Два гола в ворота Артабасе. На учетом 89-91. Какие эмоции были, когда 2-1 выиграли? Выиграли, да, 2-1, 1-0 проигрывали. 1-0 проигрывали. Что какие... А там, мне кажется, не только у меня, но и у всех там можно посмотреть по видео, как я снял футболку, кинул ее и побежал. Вот, там ребята, помню, все со скамейки подскочили. Честно говоря, такой вот момент, мне кажется, очень такой показательный. То, что коллектив... Я вот поэтому и вспомнил про него. И все хотели, даже те, которые просто сидели, но не вышли на игру, то есть все были заряжены. Ну да, такое несколько раз, мне кажется, в карьере может быть такое. На последних... на 2-1,5 минуты. Да, 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 и абсолютно велотекущая игра такая. У нас еще тогда шанс был, я помню, в шестерку попасть. Да, да, да. Мы так радовались еще. Ну, эмоции непередаваемы, конечно. Всегда приятно забивать, и тем более такие победные и важные мячи. Я помню еще тогда Тимофея. Тимофея на руки взял и вышел с ним на поле еще сфотографироваться. Ну, это запомнилось. Потому что станется в памятнике на себя. Пожелать чего-то хочешь друзьям, знакомым, близким, футболистам, тренерам. Передать привет. Привет кому-нибудь. Я хочу сказать всем кустанайским болельщикам. Можно в камеру даже смотреть. Я хочу сказать всем кустанайским болельщикам большое спасибо за поддержку. Всем, с кем я работал, тренера, я не знаю, обслуживающий персонал, всем ребятам, всем спасибо. И желаю побед, по-богу. Это, не говорю, моя команда, я буду за нее всегда болеть. Ну, значит, до новых встреч, я бы так сказал. Да? Я... А мы в свою очередь желаем тебе удачи. Пусть никакие вот эти вот травмы, повреждения, какие-то форс-мажорные обстоятельства не мешают твоей карьере. Развивайся, двигайся вперед и пусть все будет хорошо. Да, и ворота форума, двери форума для тебя всегда отрыты. Когда-то... Спасибо. Спасибо, что пришел. Друзья, 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 с нами был Игорь Бугаев, форвард в прошлом кустанайского Табова, Астаны и сборной Молдавии. Мы желаем ему удачи, а вам смотреть наш программ, подписываться на все наши аккаунты в социальных сетях. Пока-пока. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok